Продолжение следует... 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 И эти проблемы, они, естественно, вызывают сложность подбора людей для преподавания под физиологией. То есть требуется большой круг знаний, требуется умение пройденного под физиологического анализа, и при этом предлагается довольно скромная заплата. Какие у нас есть возможные варианты восполнения кадров резервов кафедры под физиологией? То, кто тут предлагает приглашение кафедры из других вузов, ну, путь, как пандитут, петловый, ну, один, ну, два, достойчивый. Все. Дальше, приглашение к практикующим врачам для преподавания под физиологией и подготовка к адресурованию через систему работы гружков и плитки работы со студентами. Мне здесь смогут задать вопрос, а где же аспиратура, которая вроде бы должна стоять на первом месте? А, понимаете, коллеги, если мы попросим с реальной жизнью, не хотят учесть студентов в аспиратуру, не хотят. Дело даже не в том, что количество аспиратных мест для технических актерограничных, хотя это тоже имеет место. Дело в том, что просто не хотят. Четыре года, а сегодня под физиологией аспиратуры четыре года, на вот эту самую стипендию люди отказываются. Потому что студенты рассчитывают, что закончим вуз, они могут хотя бы в этот момент себе маломальское обеспечить. Вот, ну вот, мне удалось сказать, что одного человека аспиратуру говорить, но не хотят, большинство нет. Поэтому я ее здесь и не указал. Это, кстати, очень серьезная проблема, что до сих пор, когда оцените деятельность, скажем, диссертационных советов, один из критериев – это количество подготовленных аспирантов. И я хочу сказать, что проблема не только на нашей капелле. Сколько я видел представлений, практически ни один учевой совет, программу подготовки аспирантов, поэтому целых три аспирантов за пять лет, не выполняют, просто нет желающих преминератур. Вот, и я понимаю, что не надо с вами решать, но аспирантура может стать актуальной, только если стипендию будет обеспечить более-менее снос на свой жизнь, чем на желающих послужить аспирантуру. Как это решать? Представляем, но до тех пор аспирантура формально, она существует, но не реализуется. Теперь по остальным управлению. Приходит к вам уже готовый преподаватель из групповой музыка, казалось бы, что все хорошо. Но как выяснилось, что требования у нас в музыках немножко разных. Забавно, но существенно различается даже система оценок. То есть я столкнулся с тем, что преподаватель, скажем, завышается. Студент ему приходил, скажем, объясняет эти традиционные действия, но это тоже один очень интересный момент, который он не обсуждает. обсуждает на полость предмета, а сказать, как оценить нет. Дальше. По поводу практикующих врачей. У меня такого опыта не было, просто я не приглашал. То, и то, и то, и то, и то, и то был, ничего хорошего не выходит. Не способен врач, который уже много лет занимался своей специальностью, придя на подфизиологию, остается в тот же подфизиологическом анализе. К сожалению. И, наконец, про школу зашить. Ну, значит, соответственно, люди сразу после института очень редко могут прийти. Мало того, согласно паку специалистов, он может занять это место только либо после окончания ординатуры или аспирантуры, либо, если бы хотя бы был стаж, а если человек только закончил в институте, то будет ему как бы такие возможности. У тебя там есть маленькая хитрость, если кто-то интересуется. Есть такая, что кажется, что по граждански правового отдела, вот по нему можно человека, который не имеет стажа взять на работу, а потом уже, когда будет стаж, как бы пригласить. И неожиданная резерва образовалась. Оказалось, что часть наших выпускников, которые уже окончили ординатуру, даже проработали в практической медицине, вдруг проникается в любом подфизиологию, то есть действительно им это интересно, и приходят и работают. И вот у меня цифровка стоит, 7 человек. Вот 7 человек из тех новых сотрудников, которые пришли, это как раз наши большие кружковцы, которые даже поработали в практической медицине, захотели, пришли сами к нам, никто их не звал, сами пришли, предложили свои услуги, и вот мы с ними работаем, и все замечательно. Мало того, у меня еще есть такие предложения, несколько неожиданно, но вот оказалось, что так оно и есть. Мало того, в беседе мы с административом сказал так, что вот я преподаю на кайфе для души, ну а что бы, так сказать, материальные потребности обеспечить, подрабатываю, как будто. И я думаю, что ориентация выпускников университета именно на работу на кайфе, это приглашение энтузиастов, которым это интересно, я думаю, это один из пути, который позволяет как-то восполнить дефицит кадровых визеров. Ну, теперь, естественно, пришел человек молодой, надо же его как-то ввести в курс. Ну, что мы делаем? Прикортируем персональный аккурат к молодым преподавателям. Я понимаю, что это пока прокатывает, пока на кайфе работает старый преподаватель с большим опытом, который не жалеет, что время должен взять свое дело, тем не менее, это помогает действительно научить людей. Правильно, преподавать предмет. Дальше. Поведение семинаров по особо сложным темам для новых преподавателей. Но опять же, это нагрузка для преподавателей опытных, тем не менее, это помогает освоить темы. Ну, консультировать новых преподавателей, по всем возникшим у них вопросам, над более опытным преподавателем, мы сразу вопрос ставим так, что если что-то не понятно, подходите, всегда отвечаем, всегда поможем. И когда видят, что это работает, действительно подходят, консультируются. Ну, контроль проведения, знаете, преподаватель с первой профессорами. Ну, доверяй, ну, проверяй. Действительно, террористический контроль нужен, хотя это, в общем, одна из самых неприятных, на этих сторон работ, чтобы никуда не деться. Ну, и, наконец, подготовка новых учебников, учебных пособий, вот, тоже позволяет лучше готовиться молодым преподавателям. Ну, и, в частности, по желанию, поскольку у нас сегодня в системе повышения квалификации все хорошо с преподаванием педагогики, и, по слову, со специалистами, то я вижу, один из возможных вариантов, это онлайн-преподавание, да. Почему? Ну, понятное дело, что и в командировке, там, и все прочее, опять же, на работе делать много, вот, а онлайн-преподавание, как бы, позволяет решить эти проблемы, и сотрудников квалификацию повысить, и посмотреть, как там декоративы длина обстоят, в то же время это не требует никаких высоких затрат, как-то вот так вот. Ну, благодарю за внимание, если будут вопросы, я буду ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одну историю, по вашему дороге, по ничем судьбе вам, объем головы студентов, он, конечно, ограничен. Поэтому у нас вопрос стоит как? Если мы подаем что-то новое, мы должны, конечно, убирать что-то старое. Потому что реально нам, конечно, новых больших часов никто не даст. Вот. Наверх нас точно никто не пустит. И надо, нужно самим, как бы, ориентироваться, что обязательный, что необязательный. Вот. И я думаю, все-таки тонкости какие-то нам есть не надо по одной простой причине. Но никто не будет формировать фотофизиологические анализы студентов. Это первое. Вот. А второе. Ну, сегодня есть масса справочных систем. Мне кажется, наша задача больше научить учиться, чем наставать в голову противостояния. Спасибо. 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 Спасибо.